Сельская жизнь Сельская жизнь Сельская жизнь Село Перелюб Саратовской области Самый отдаленный район на востоке региона Однако именно здесь, посреди сухой степи местной аграрии Изо всех сил стараются развивать сельское хозяйство Сейчас, в канун нового сельскохозяйственного сезона Мы приехали на территорию крупнейшего местного предприятия Николай Викторович, вот расскажите, где мы сейчас находимся? Мы находимся на центральной базе ОАО «Сельхозтехника» Тут у нас центральные, как говорится, и мастерские, гараж, склады, как говорится, ну и переработка центральная Ну так у нас еще три отделения таких хороших, где там тоже находится и техника, и переработка, и складские помещения, так как говорится Ну это центральная усадьба нашей сельхозтехники Ну вот сейчас, в данный момент, весна, начинается, все готово к предстоящему полевому сезону? Ну, в основном-то так-то да Ну сейчас у нас, как говорится, мы в этом году, уборочная страда у нас была до конца января Вот в февраль месяц дали отдохнуть нашим, как говорится, механизаторам Ну а сейчас всех вызвали, судовсков, ну в течение месяца, я думаю, пока сейчас условия погодные для нас складываются Мы отремонтируемся и выйдем на посевную компанию И вдобавок будем производить уборочную страду, продолжать У нас еще на нынешний год осталось 2000 кукурузы стоит, да, неубранной И полторы тысячи подсолнуха Это тоже будем совместно убирать и сеять, и убирать А я так понимаю, вот не убрали свое время, ну там уж осень была, полили дожди Да, 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 погодные условия сложились не в нашу сторону, как говорится Начались дожди у нас где-то в конце октября, в 20-х числах И они продолжались неоднократно, ну где-то до первых морозов хороших Так мы что стояли, не работали А потом в зимний период старались убрать большую часть подсолнечка, которую было очень много у нас на тот день оставалось Площадь земли, которую обрабатывают в хозяйстве, просто огромная 96 тысяч гектаров И то, что не успели из-за дождей убрать часть подсолнечника, это даже не беда Так небольшие трудности по сравнению с тем, сколько зерновых потеряли из-за чрезвычайной засухи в прошлом году Яровые культуры, это все было потеряно А зимового клина в прошлом году так как не было, потому что в порывах засухи 2014 года было посеяно всего-навсего 2000 гектаров, что это ничего для нас не было Яровые культуры были, яровая пшеница погибла, считайте, и ячмень весь был, как говорится, остался на корню Он не вызрел, не вышел, влаги не хватало, не вышел, как говорится Вообще, рассказывает Николай Викторович, здесь, в отдаленном районе Заволжья, за последние 7 лет и без того засушливый климат еще больше изменился В худшую сторону Но прошлый 2015 год был самым суровым Летом, во время уборки озимой пшеницы, к ним в хозяйство приезжал председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Николай Панков И только казалось, уборочная страда в полном разгаре, когда по полю красивой линейкой двигались комбайны Вот только урожайность не превышала 3-4 центнеров с гектара Николай Панков лично в этом убедился, сев за руль комбайна и проехав круг по полю Что тут получается? За сколько сейчас выбирают? Много Даже не скажу точно Очень Мать почти Чтобы наполнить эти мазы зерном, механизаторам приходилось сутками ездить по полям, собирать хотя бы то, что есть И в таком критическом положении оказались все сельхозпроизводители Левобережных районов Саратовской области Людям нужна была помощь В любом случае все должны понимать, что хозяйство, людей один на один с проблемой не бросим Будем оказывать помощь всяческую В любом случае мы понимаем, что это наша с вами продовольственная безопасность И мы должны друг другу помогать для того, чтобы выжить в этих сложных климатических условиях И помощь пришла существенная При поддержке Федерального министерства сельского хозяйства аграрии получили компенсацию за уничтоженный засухой урожай То, что было, как говорится, у нас по засухе списано То, что это все основало Все гектары, которые были, в основном финансирование было определено Деньги поступили Ну, мы часть с них загасили кредиты Часть на семена, часть на ГСИМ Все эти деньги уже, как говорится, освоены, разрасходованы Ну, Николай Васильевич, честно говоря, большой вклад делает Он, как говорится, не прячется, не за честь спины Приезжает и отвечает, и руководит, и говорит, и все, и помогает, честно говоря Все это от Николая Васильевича И вот я знаю, что буквально несколько дней назад вы получили и несвязанную поддержку То есть, опять же, смогли беспрепятственно, как говорится, без проблем Войти, вот, входить в будущий сельскохозяйственный сезон Ни за что не беспокоить Конечно, это помощь, помощь есть Я думаю, что она и будет продолжаться Потому что наш край, засушливый край Кроме сельскохозяйства, здесь, как говорится, заниматься нечем Так что мы на земле будем трудиться, будем ждать помощи Будем советоваться, говорить и разговаривать Все это будем делать История сельскохозяйственного предприятия «Сельхозтехника» Уходит в 50-е годы прошлого столетия Однако полноценно развивать растеневодство, а затем и животноводство Стали только в 90-х Начинали с маленького поля в 200 гектаров Теперь вот 96 тысяч Местные труженики рассказывают, многие земли приходилось вводить в оборот После многолетнего простоя То есть возделывали фактически целину Сейчас это вполне успешное сельхозпредприятие, где трудится 350 человек В основном все жители родного Перелюбского района Преобразилась и сама территория базы хозяйства Ну вот я смотрю, у вас достаточно большие помещения И зерносклады, и ремонтные мастерские То есть все это что-то было, что-то строили, да, наверное? Да, да, да То есть я так понимаю, что вот без своих складов, без своей сушилки сейчас не выжили То есть это необходимость была Трудно, трудно выжить, да По нынешнему году этот год нам показал, да Как трудно работать без сушительного комплекса, как без складов, как без всего Очень трудно выживать, если нет этого на какой базе Потому что погодные условия складываются все, как говорится, не в лучшую сторону, а в худшую и в худшую каждый год Но, несмотря на все трудности, продолжают развивать сельское хозяйство Осознают, что выполняют важную задачу – накормить людей своей качественной, экологически чистой продукцией Как же не осознавать, когда у нас есть своя переработка, есть у нас пекарня своя, есть у нас своя мельница Мы же свое зерно производим, перерабатываем, производим, делаем хлебобулочные изделия, делаем муку, делаем все Для чего делается? Для того, чтобы накормить народ, чтобы не было ничего, как говорится Все это производство для народа, а не для того, чтобы для обогащения Для обогащения мы никогда не старались и не работали Мы работали для того, чтобы жить, чтобы жить, производить, делать И от этого производства, как говорится, мы живем В первой части нашей программы мы рассказали о сельскохозяйственном предприятии сельхозтехника Перелюбского района Саратовской области О том, как в сложных природно-климатических условиях здесь развивают растеневодство Сейчас, рассказывает руководитель хозяйства Николай Зарнов, постепенно восстанавливают и животноводство Животноводство в отрасли неплохая, она в нашем районе всегда развивалась и будет, я думаю, развиваться Это даже подушка безопасности Конечно, конечно, конечно Не будем, как говорится, словословить, но это большая тоже часть прибыли нашей организации Планы на будущее строят серьезные Как рассказал нам руководитель, практически всю прибыль вкладывают в развитие хозяйства Надо еще поставить сушительный комплекс, переработку всю перечинить Надо нам по новой все сделать Как говорится, есть она переработка, но она неплохая, но она уже устарела Да, устарела, да, надо посовременнее все это Технику, ой, какую надо по новой закупить, по программам опять надо все это надо искать Напрямую оплачивать технику мы не можем, а у нас большие масштабы надо Более много техники На сегодняшний день, хотя у нас ее немало, но еще будем прикупать, будем расширяться Мы на месте не стоим, расширяемся потихоньку То есть я так понимаю, что во всех государственных программах, которые есть, вы участвуете? Участвуем, да, стараемся участвовать То есть тоже помощь получаете? Конечно, помощь Ну все это, как говорится, и нам дает и прибыля, и жизнь, как продлевает, когда стимул какой-то есть И для государства это хорошо, сельскохозяйство не падает здесь Если бы она была зарушена, упала, то тогда был бы спрос другой с нас Совершенно верно Сейчас, в канун посевной компании, в ремонтной мастерской полным ходом идет работа Приводят в порядок необходимую технику Нужные запчасти есть в полном объеме Смогли приобрести, опять же, за счет полученных от государства субсидий Сейчас за то, что без проблем войдут в новый сельскохозяйственный сезон, даже не переживают Машины вот-вот будут все в полной боевой готовности А в складах уже ждут своего часа заготовленные семена Здесь озимая пшеница, там яровая пшеница и софлор у нас Это семена на нынешний год Все семена удалось самим запастись? Нет, все свое Все свое Да, да, да Ну, это осталось Это озимка осталась Это прошлогодняя озимка осталась Ну, это на нынешний год Все это вложится Это яровая пшеница Планируем в этом году посеять 10 тысяч Скажите, хватит тех семян, что ты готовила? Хватит, 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 да Мы только будем прикупать подсолнечник, семена подсолнечника, семена кукурузы Ячмень, пшеница яровая Все это есть, софлоры есть Ну, все, все Вот эти три культуры мы будем в этом году сеять А вы будете сеять? Ну, тоже есть, есть тоже, да Заготовленные семена, да Да, свои тоже Никаких покупных ничего не будет Учитывая, что прошлый год был чрезвычайно засушливым И неизвестны еще, какие сюрпризы погода преподнесет в этом сезоне Стараются по-хозяйски рачительно использовать все имеющиеся резервы и ресурсы Если семена культур, то проверенные, испытанные, так сказать, в этой природной климатической зоне Это яровая пшеничка в прошлом году, да Это насев Будем все сеять Тоже ваше? Да Из нее мы делаем в нынешнем году и муку делаем свою, и пекем хлеб с нее свой То есть у нее хорошее хлеб в бюджетном качестве? Да, да У нее параметры по качеству все, все схожи Тут кликовина только до 36 доходит Так что и хлеб у нас даже вот сейчас вот не знаю закрыт, а то взяли вот даже попробовали Хлеб сейчас у нас начинает славиться Созимую культуру, вот что пшеница предыдущая была до 2013 года, мы делали только созимки Но не такое качество, а вот серовой пшенички, да, хлеб совсем другой И спрос на него поднялся лучше Что касается растеневодства, то в этом направлении надежды и опоры руководителя Главный агроном хозяйства Сергей Павленко работает здесь уже почти 10 лет Сразу, как только закончил аграрный университет, приехал сюда трудиться Начинал агрономом по защите растений и вот дослужился до главного в этом направлении Говорит, и в мыслях не было уехать в другой район, ведь здесь его родина И уж, конечно, нисколько не сомневался в выборе профессии Родился здесь и вырос все время, здесь был и школу закончил И работал я, когда в школьные годы учился, работал на комбайне штурвальном И отец у меня всю жизнь на земле работает, деда мой на земле работает Ну и я как бы пошел по их стопам Еще рассказывает, как на его глазах развивалось хозяйство Считает, такие предприятия необходимо сохранять С одной стороны, это так необходимые сельским жителям рабочие места С другой, куда более глобальная задача – обеспечение продовольственной безопасности Перспективы, конечно, есть Я когда пришел, наверное, этот самый расцвет был, самое развитие началось Мы уже внедрялись в новые технологии Мне чем нравится хозяйство? Ну, постоянно мы какие-то экспериментируем, совершенствуемся Хозяйство крупное, у нас новая техника Там гербициды, хорошие семена Интересно работать Интересно работать, да Несмотря на то, что молодой, к его мнению здесь прислушиваются А он, в свою очередь, старается перенимать опыт у ветеранов сельхозпроизводства Параллельно внедряя современные технологии и методы Сорта и культуры Сотрудничая с наукой Старается не подвести своего руководителя и свой коллектив Ответственность, конечно, осознаю, понимаю, что ответственность большая на меня тоже лежит Что отвечает он не только за себя, но и за людей, за рабочих То есть работают это люди Они же тоже рассчитывают на хороший урожай Как бы Семьи кормят Хорошая зарплата Всем нужна Руководство хозяйства понимает За ними стоят люди Большой коллектив Более того, в селе крупное сельхозпроизводительство Это центр Все знают Там, где есть сильное базовое градообразующее хозяйство Село живет и развивается А климатические условия Они никогда не бывают идеальными Поэтому нередко приходится совершенствовать Уже используемые технологии Чтобы в итоге получить необходимый урожай Сохранить коллектив И дальше развивать сельхозпредприятия Не будет такого хозяйства здесь, в районе Не будет и района, я думаю Не будет ничего А тут, как говорится, жили наши предки Мы, как говорится Уже не одно поколение здесь прошло И нашим детям жить Ну, что говорится На этой земле надо трудиться Надо жить здесь Не одно поколение здесь уже, как говорится Выросло на этой земле Прошло И нашим детям Оставить потомкам То, что мы здесь нарабатываем Все, чтобы досталось им И чтобы они трудились Также продолжали наш путь Субтитры создавал DimaTorzok